Организации ЖКХ Республики накопили долгов на 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, общая задолженность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 15%. Проблему решали коллегиально на заседании Кабинета министров. 1,5 миллиард рублей за потребленный природный газ, 680 миллионов за электрическую энергию и 1,7 миллиарда за тепловую. Такова ситуация на конец апреля. Одна из главных проблем – взаимоотношения коммунальных технологий и столицы республики. Основная должника – это сегодня коммунальные технологии. Основная проблема по городу – это оплата за газ, как уже было обозначено. Компания получает средства, в том числе от жителей, но не оплачивает Чувашсель газа за поставку газа. Пока реальных рычагов воздействия на решение этой проблемы не видим. До начала нового отопительного сезона предприятиям ЖКХ необходимо провести запланированная работа по замене изношенной инфраструктуры. Котлов и водопроводных сетей. Кроме того, на предприятиях ТЭК необходимо провести ремонт 800 километров воздушных линий электропередач. Всего на выполнение этих работ фонд ЖКХ планируется направить 2,5 миллиарда рублей из бюджета республики. Решать вопрос с должниками надо жестко, отметил глава республики. Лишайте лицензии. Будем лишать. Будем лишать. На заседании Кабинета министров также обсудили увеличение прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. В абсолютном выражении рост составил 102 рубля. Таким образом, величина прожиточного минимума равна 8 448 рубля. Еще одна тема – капитальный ремонт дорог. За прошедший год план выполнен и даже перевыполнен. Было запланировано на 2016 год 42 километра капитально отремонтировать дороги. Реальный факт – 74,5 километра. Что касается ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов, на 2016 год было запланировано отремонтировать 150 дворовых территорий. В реальности в 2016 году было отремонтировано 235 дворовых территорий. Количество дорожно-транспортных происшествий и число погибших в них людей сокращается. Но данный показатель среди регионов ПФО остается высоким, констатировал Владимир Иванов. Работать надо и в отношении увеличения объема в пассажирских перевозах столичным транспортом. Что касается Чебоксарского аэропорта, то в прошлом году он обслужил более 165 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2015-м. На заседании правительство утвердили и отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал этого года.